Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в выпуске давайте посмотрим на очень стильную модель RX 6800 XT. Рассмотрим почему подорожают блоки питания и попытаемся разобраться в ситуации с RX 6900. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнём, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с подорожания блоков питания. Стало известно, что органы сертификации 80 Plus намереваются поднять расценки на свои услуги в несколько раз. И это неизбежно приведёт к подорожанию самих блоков. Сертификация одной модели потребительского класса обойдётся производителю в 6000 долларов, а если речь идёт о блоке питания серверного класса, то сумма вырастет до 7500 долларов за каждую модель. Однако в ассортименте продукции каждой марки может быть несколько моделей блоков питания с сертификатом 80 Plus. В таком случае затраты на процедуру могут измеряться десятками тысяч долларов. И давайте заглянем в красный лагерь, где появился первый тест процессора Ryzen 7 5800U. Данный APU будет использовать новейшую архитектуру Zen 3 и должен выйти в начале следующего года. А уже сегодня можно посмотреть на его производительность в Geekbench, где он набрал 1421 балл в однопотоке и 6450 очков в многопотоке. Но интересен тут далеко не результат, а его характеристики. Запись Geekbench поведала нам о бусте до частоты 4,44 ГГц и наличии 16 МБ кэша L3. Тогда как прошлая модель довольствовалась наличием только 8 МБ кэша L3. Так что переход в ноутбуках на Zen 3 будет также заметен как и на ПК, на котором кстати отозвали прошивки для Ryzen 5000. Еще на прошлой неделе компания ASRock обеспечила поддержку Ryzen 5000 материнскими платами на чипсете B450, для которых стали доступны соответствующие обновления BIOS. Но к сожалению, спустя несколько дней свежие прошивки были удалены с официального сайта вендора и вдобавок компания удалила пресс-релиз, в котором объявила о поддержке Zen 3 старыми платами. В настоящее время трудно сказать, что именно подтолкнуло тайванцев изъять из общего доступа свежие прошивки. Возможно в них была критическая уязвимость или такое быстрое обновление не понравилось самой AMD и она попросила удалить прошивки. В общем пока не спешите покупать процессор Ryzen 5000 серии для старых материнских плат ASRock. Тем временем вчера спал запрет на публикацию обзоров видеокарт RX 6800 XT в кастомном исполнении. И в руках одного китайского обозревателя оказались те самые RX 6800 и 6800 XT в исполнении Nitro Plus от Sapphire. Обе модели означаются двумя разъёмами для дополнительного питания, а производитель рекомендует блок питания от 750 Вт для младшей 6800 и 850 и выше Вт для версии XT. По словам же владельца карт, заводской разгон значительно улучшает производительность, если сравнивать с эталонными картами AMD. Он опубликовал очень мутные скриншоты GPU-Z, где можно разглядеть очень приятную температуру в 59 градусов у обычной 6800, а также частоту 1980 МГц в игровом режиме и 2190 МГц в режиме Boost. Если сравнивать эти показатели с эталонной картой AMD, то частота в игровом режиме выше на 165 МГц, а в Boost на 85 МГц. Ну а модель 6800 XT Nitro Plus может предложить 2045 в игровом и 2285 МГц в Boost, а температура в формарке была 68 градусов. Также владелец померял температуру на картах и сказал, что самая горячая точка у 6800 XT всего 85 градусов, а у обычной 75. Но каких-то фотографий или подробностей больше не поступало. Тем временем китайский производитель Yeston показал самую милую видеокарту Radeon 6000 серии. Такая модификация получила название Sakura Edition и займет почти три слота расширения. Выход такой модели запланирован на декабрь, однако новинка не будет продаваться за пределами Китая. Хотя это не такая уже большая проблема. И давайте на секунду отойдем от красного лагеря и посмотрим на видеокарту RDX 3090 Neptune от компании Colorful. Такая малышка получила в совокупности 26 фаз питания и три коннектора для дополнительного питания. Но самое главное это очень красивое и необычное исполнение и две микросхемы BIOS. И давайте наконец то разберемся что там с видеокартами RX 6900 XT. Уже через пару недель начнется старт продаж этих видюх. И как мы уже знаем выпускать их будет пока что только AMD. Но оказалось что выпускать их смогут и партнеры просто в референсном дизайне. На днях компания ASRock решила представить свою модель видеокарты RX 6900 XT, которая полностью выполнена в эталонном дизайне. Однако красный чипмейкер до сих пор не сообщил можно ли будет партнерам выпускать RX 6900 XT в не референсном варианте. Но если это случится, то такие карты скорее всего появятся не раньше чем через несколько недель с момента выхода эталонного варианта, релиз которого запланирован на 8 декабря. И давайте посмотрим что там с новыми корпусами. На днях компания Silverstone анонсировала компьютерный корпус SUGA 15, который предназначен для мощных игровых систем. Он поддерживает установку плат формата mini-DTX и mini-ITX и очень большой видеокарты вплоть до 330 мм в длину. А в ассортименте компании Sigma Tech появился компьютерный корпус Ventus поддержкой плат вплоть до ATX. Каких-то крутых особенностей он себе не несет, но имеет вполне интересный внешний вид. А вот из консольного лагеря прилетела одна печальная новость. Как оказалось Sony установила в свои консоли турбины от разных производителей. В итоге один энтузиаст сравнил консоль которую прислала Sony и консоль которую он купил сам. Первая издавала шум в 39 дБ, а купленная шумела уже на все 43. Сами турбины различаются крыльчаткой и моторной частью, вследствие чего купленная в магазине консоль в спящем режиме издает скрипящие звуки. А чуть позже одно издание на свои деньги купило еще четыре консоли и только в двух из них был установлен более тихий кулер. В общем как то выбрать тихую консоль в магазине вряд ли получится, а Sony в целом имеет полное право на установку разных комплектующих. А вот из яблочного лагеря прилетел очень достоверный инсайд про новые макбуки. Сообщается, что два новых макбука на 14 и 16 дюймов выйдут во второй половине следующего года и получат совершенно новый дизайн. Помимо ноутбуков купертиновцы могут представить переработанный iMac с диагональю экрана 24 дюйма, а также уменьшенную версию компьютера Mac Pro. И конечно же все новинки будут работать на собственных кристаллах ARM. А первого представителя этого семейства на днях протестировали в Antutu. Apple M1 смог набрать 1 миллион 119 тысяч баллов и это первый чип, который преодолел миллион в Antutu. Если сравнить производительность M1 с A12Z, который используется в актуальном iPad Pro, то можно заметить, что чип для больших компьютеров производительнее почти в полтора раза, чем процессор планшета. И давайте посмотрим на игровые новости. Буквально только что студия Rockstar объявила о выходе Red Dead Online в качестве самостоятельного проекта. Многопользовательский вестерн появится в популярных магазинах PS Store, Microsoft Store, Epic Games Store и Steam уже 1 декабря 2020 года. А до 15 февраля 2021 его будут продавать со скидкой 75 % всего за 5 долларов. Сама же Red Dead Online будет весить 123 Гб, как и нынешняя Red Dead Redemption 2. И похоже, что создатели просто заблокировали сюжет и не заморачивались с физическим разделением частей игры. А еще в прошлом месяце команда хакеров получила доступ к документам Crytek и в них было обнаружено соглашение между Crytek и Danuva Software Solutions на реализацию одноименной защиты в игре Crysis Remastered. По этому соглашению Crytek заплатила 126 тысяч евро за использование противопиратской защиты сроком на один год. Что интересно, в документе фигурирует и другая цифра в 140 тысяч евро. Столько бы пришлось заплатить издателю в случае выпуска игры после 31 марта 2021 года. А по истечении одного года Crytek должна платить по 2000 евро в месяц, если захочет продлевать действия защиты. Также в соглашении есть пункт, по которому заказчик обязуется выплатить дополнительную комиссию в размере 60 тысяч евро в случае, если продукт получит более 500 тысяч уникальных активаций за 30 дней. И наконец, за очередное размещение игры в любом новом цифровом магазине нужно выложить еще по 10 тысяч евро за каждый. Так что вот столько стоит та самая Denuvo, которая в большинстве случаев не дает пиратской бухте быстро получить доступ к игре. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.